МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Съёмочная группа программы «Земля наша» продолжает знакомить телезрителей со знаковыми достижениями в жизни Гомельского региона. Первая передача в 2017 году об успехах жителей Будокошелёвского района. Какие изменения в последние годы произошли здесь, в экономике, сельском хозяйстве, образовании, медицине и других сферах? На все эти вопросы постараемся ответить в сегодняшнем выпуске. Административно-территориальное отделение Будокошелёвского района. 14 сельских советов, один поселковый совет, районный центр. Территория района занимает площадь в 1600 квадратных километров. Граничит на юге с Гомельским, на востоке с Ветковским и Чечерским, на севере с Рогачёвским, на западе с Ожлобинским и Речицким районами Гомельской области. Общая численность населения составляет около 31 тысячи человек. 65% жителей проживает в сельской местности. Как и в любом районе, уровень жизни населения зависит от успехов в экономике. Промышленный комплекс Будокошелёвского района сегодня представлен 12 крупными предприятиями. К слову, самые успешные из них появились здесь совсем недавно. Самое значимое, которое за последние три года были открыты предприятия, это «Лоджикбокс», общество с ограниченной ответственностью местокомбината Кошелёва, который занимается производством мясной продукции. Также немаловажным это создание предприятия с польским капиталом. Общество с ограниченной ответственностью «Ваховяк Плюс», которое также занимается производством мяса. Общество с ограниченной ответственностью «Ваховяк плюс» в Будо-Кошелево образовано на месте бывшей птицефабрики. Вложить средства в белорусскую экономику решил польский бизнесмен, который посчитал наш регион выгодным местом для инвестиций. Предприятие, которое занимается переработкой мяса крупного рогатого скота и свиней, начало свою деятельность всего два с половиной года назад. Продукция предприятия рассчитана в основном на экспорт. К зарубежным потребителям отправляются около 75% продукции. Главный торговый партнер – Российская Федерация. Еще одно совсем молодое, но стремительно развивающееся предприятие – мясокомбинат Кошелева. Сейчас в это трудно поверить, но буквально год назад на его месте только начиналась стройка. В мае 2016-го на Гомельском экономическом форуме был подписан инвестиционный проект с российским инвестором о строительстве в Будокошелевском районе мясокомбината. Одно из основных условий – создание не менее 100 рабочих мест. Уже к середине сентября производство было запущено. Сейчас здесь трудятся 126 человек. Основным видом деятельности является переработка и консервирование мяса. Предприятие экспортно-ориентированное. Выпускаемая продукция в стопроцентном объеме продается в Российскую Федерацию. В ближайшей перспективе – выход на внешние рынки дальнего зарубежья. Планируется наладить поставки охлажденных полуфабрикатов с длительным сроком хранения. Сейчас на предприятии устанавливается высокотехнологичное оборудование для вакуумной упаковки такой продукции. В ближайшей перспективе разрабатываются планы – выход на дальнее зарубежье. Туда планируется продавать мясо охлажденное, полуфабрикат охлажденный, с большими сроками хранения до 45 дней. В 2017 году планируется открытие колбасного цеха. Планируем производить колбасные изделия сыровяльные, сырокопченые и тоже стопроцентно ориентированные на российский рынок. Среди молодых и успешных предприятий района и «Лоджикбокс». Здесь изготавливают контейнеры и упаковки для мясокомбинатов, молочных и хлебозаводов. Также производятся полипропиленовые и полистирольные пленки. Сырье закупается полностью в России. В свою очередь к соседям направляется около 50% уже готовой продукции. Остальное реализуется на территории Беларуси. Объем производства пленок в месяц составляет 300 тонн. Из этих 300 тонн у нас производится товарная пленка – это где-то 180 тонн, 190 тонн. И остальное – это пленка под нашу собственную формовку. Свою деятельность на предприятии начали в 2013 году после приобретения бывших помещений райпо, которые долгие годы пустовали. Значительное количество времени и сил было потрачено на приведение в порядок территории, после чего начали монтировать оборудование. «Если термопласты, то это китайского производства, они новые у нас, полностью не бушные. Формовочные машины у нас турецкие – три и одна корейская. Линия итальянская по производству пленок». По сути, первые два года существования ушли на организацию производства. Полноценную работу начали в 2015-м с 30 сотрудниками. Спустя несколько месяцев после расширения были созданы дополнительные рабочие места. В прошлом году численность трудоустроенных на «Лоджикбокс» жителей Будокошелевского района составляла уже 74 человека. Введение новых производственных мощностей позволило также вдвое увеличить среднемесячную выручку на предприятии и среднюю заработную плату. Создание новых предприятий и, как следствие, рабочих мест – один из главных факторов экономического развития Будокошелевского района. В 2016 году появилось 16 новых предприятий. Создано 225 рабочих мест, 125 из которых на новых субъектах хозяйствования. На этом, конечно, мы останавливаться не будем. Будем дальше развивать наше предпринимательство. Для этого все условия у нас в районе созданы. Есть ряд неиспользуемых объектов недвижимости, которые будут подлежать продаже через аукцион. Одно из приоритетных направлений в сельскохозяйственной отрасли района – реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм. На территории МТФ «Папоротное» хозяйство «Морозовичи Агро» полным ходом идет процесс обновления. Обветшавшие и отслужившие свой срок постройки начала 70-х годов буквально на глазах превращаются в современные, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями, животноводческие объекты. Два помещения для содержания крупного рогатого скота уже введены в эксплуатацию, остальные, как говорится, на подходе. Объект надо ввести по нормативным срокам в мае месяце, по тендерным договорным обязательствам мы их выполним в апреле месяце. Все остальные коммуникации будут введены с водоснабжением и со всем благоустройством, все будет введено в сроки. Филиал «Морозовичи Агро» – агропромышленное предприятие, собственником которого является Гомельский химический завод. Плановая модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяет хозяйству увеличивать объемы производства мясомолочной продукции и улучшать ее качество. Сейчас в хозяйстве насчитывается 2200 голов крупного рогатого скота, в том числе 655 дойного стада. После введения в эксплуатацию всех запланированных объектов эта цифра должна заметно увеличиться. Работы строителей хозяева довольны, чего стоит только новый сарай на 100 голов с родильным отделением, который позволит организовать замкнутый цикл производства. К слову, полную реконструкцию всех необходимых объектов в хозяйстве «Морозовичи Агро» планируется завершить в ближайшие несколько лет. Делается для того, чтобы сделать замкнутый цикл и получать больше продукции животноводства, которая дает больше прибыли. Потому что если скот стоит на улице, и первый расход кормов, и скот так не растет. Поэтому ращено первая очередь, потом вторая очередь будет построена ДМБ, уже тоже ращено на дирекции химического завода, двух сараев для содержания. Полностью будет переделано все сараи. В Ксуп-Губичи реконструкцию отдельных животноводческих объектов уже завершили. Проводили ее исключительно хозспособом. Хозяйство занимается всеми видами сельхозпроизводства. Однако ставка сделана преимущественно на животноводство. Именно оно приносит до 80% дохода. В хозяйстве практикуется закрытый цикл производства. Телята появляются на свет в специальном родильном отделении, а спустя буквально сутки переезжают в свои личные апартаменты. Уютные клетки-домики. Здесь они находятся до 21 дня, а затем переселяются в соседнее помещение группе доращивания. Чтобы окружить малышей особой заботой, в хозяйстве было принято решение провести модернизацию так называемого детского сада для телят. Помещение сверху донизу облачили в специальный навес. Идея весьма оригинальная. Зимой он защищает от снежных заносов, а в летнее время без труда убирается. На работу ушло около полутора месяцев. Справились исключительно с собственными силами, без лишних материальных затрат. Вот это все помещение было сделано ровным счетом за полтора месяца. Хоспособом. На учет пошло, на учет, вместе с зарплатой и стройматериалами, ровным счетом 874 миллиона недеминированных рублей. У нас, если сказать откровенно, очень большая скучность на фермах. Не хватает же от наводческих помещений. И вот на этот год тоже планируем примитивное строительство, будем говорить дешевое, потому что больших средств у нас нет. Будем строить примитивно, но легкотипные помещения, чтобы они были удобные для содержания животных и для работы техники. Город Будокошелево небольшой, но очень уютный. Сюда приятно приехать в любое время года и пройтись по чистым, ухоженным улицам. Однако таким он был не всегда. Кардинальные перемены произошли чуть более двух лет назад, когда его стали готовить к областному празднику аграриев Доженки. Общими усилиями строителей, дорожников и коммунальников было сделано немало. Проведены работы по покраске вспомогательных помещений и главного здания центральной котельной. На дорогах выложено около 10 километров асфальтобетонного покрытия. В центре города появился фонтан. Благоустроены места отдыха. Свой неоценимый вклад вносили и жители города. Кто-то помогал убирать территорию возле своих предприятий и организаций. Кто-то облагораживал придомовую территорию. Подготовка к масштабному празднику затронула многие социально значимые объекты. Среди них средняя школа номер один. В учреждении образования давно был необходим капитальный ремонт. В первую очередь из-за технического состояния. Началом ремонта было обследование конструкции здания, которое представляло тогда угрозу безопасности. То есть в нем было опасно находиться, поскольку целостность конструкции была нарушена. И первым этапом, основным ремонта было проведено усиление конструкции здания для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание в ней учащихся педагогов и родителей. Первый этап реконструкции школы начался в 2011 году. Продолжились работы в 2014, во время подготовки к областным дожинкам. Школа постепенно стала меняться до неузнаваемости. Сегодня она соответствует всем требованиям времени и практически ни в чем не уступает городским учреждениям. Благоустроенная прилегающая территория, стильный внутренний интерьер, оборудованы всем необходимым учебные классы. В ходе ремонта наша школа абсолютно преобразилась. Светлый тон стен, прекрасные дверные блоки превратили ее в уютную и современную школу. Даже, кажется, маленькая и совсем незаметная деталь, но дверные проемы сделаны очень современно и стильно. Но мы не останавливаемся и не надеемся только на помощь государства. Наши ребята под руководством учителя труда Юрченко Петра Петровича занимаются изготовлением вот такой замечательной мебели. За счет продажи этих замечательных изделий мы обновляем нашу материально-техническую базу. В рамках подготовки города Будокошелева к областным дожинкам в первой школе был полностью отремонтирован стадион. На его территории появился теннисный корт, баскетбольная площадка, заменены покрытия на беговых дорожках. Учащиеся, а также городские жители, которые могут приходить сюда заниматься спортом в любое время, обязательно найдут здесь занятия по душе. Кроме этого, совсем недавно, в сентябре 2016 года, в школе появился и новый современный спортзал. За последнее время очень большие изменения произошли у нас в школе. У нас построили стадион городской, новый спортзал, новые светлые классы, в классах очень уютно учиться, потому что новые доски, парты, безумно нравятся. Учиться стало намного легче, как кажется, и удобно. На проведение всех ремонтных работ было потрачено около 1 миллиона 300 тысяч рублей. В итоге школа, как в один голос говорят и педагоги, и школьники, кардинально поменяла свой облик. И это не могло не отразиться на учебных результатах. В прошлом году ученики неоднократно принимали участие в областных и республиканских конкурсах и всегда достойно представляли родную школу. Однако главное достижение – первое место на международном научном форуме в Москве, в области химии. К слову, на застязания, которые проходили на базе МГУ, приехало около 3 тысяч участников. Наша уронаучная работа была о способах очистки воды от избыточного количества железа, потому что сейчас очень остро стоит этот вопрос, подойдя к рану, в некоторых поселках и также городах идет ржавая вода. Мы с ней задались, какими методами и как можно подобрать фильтр, чтобы более-менее было затратно по денежным средствам, и можно было из подручных средств его сделать. У нас получилось достаточно хорошие показатели по очистке, то есть практически они не вступают новым покупным фильтрам. Благоустроенная школа, талантливые педагоги и любознательные ученики – все это в совокупности – залог дальнейших успехов этого учреждения образования. И нет сомнений, что спустя короткое время здесь будут новые поводы для гордости. А мы продолжаем знакомство с последними достижениями Будокошелевского района в социальной сфере. И следующая остановка – дом семейного типа, который был открыт два года назад. На пороге нас радушно встречает его хозяйка – Виктория Новикова, вместе со своими озорными и веселыми детьми. Здесь у нас уютный зал, где мы собираемся всей семьей, отмечаем наши семейные праздники. Также садимся с девочками, рисуем, делаем какие-то поделки. А сейчас пройдемте на кухню. Это мое любимое место. Здесь я провожу большинство времени, поскольку надо много готовить. На обед у нас борщ. Приглашаю вас посмотреть. Вот у нас какой красивый, вкусный борщ. На второе у нас картошечка. Готовить Виктории Новиковой приходится очень много. В семье воспитывается 10 детей. Однако, когда все делаешь с любовью и стараешься окружить детей заботой, любые хлопоты становятся приятными. А сейчас я вас приглашаю пройти в комнату наших девочек. Это большая просторная комната. Вот это спальные места, места для уроков. И чудесный шкаф, где много красивых нарядов у нас. Вот такая у нас прелесть, любимая Полинина платье. Семья – это самое главное в жизни. Это место, где тебя ждут, любят и принимают таким, как есть. Виктория Новикова вместе с супругом старается с раннего детства прививать детям истинные семейные ценности. И главное – здесь нет разделения на родных и приемных. В этой большой и дружной семье всегда царит атмосфера радости, уважения и взаимопонимания. У нас дни рождения практически каждый месяц. Если у нас месяц нет, то буквально в следующем у нас уже будет три их. То есть праздники для детей – это счастье, подарки, радость, в которых у большинства ничего не было. С радостью делаем торты, мы все угощаем деток в школе и дома. То есть показываем детям так, как должна полноценно существовать обычная семья. За два года проживания в доме семейного типа для каждого из этих детей он стал маленьким миром, где все понятно и легко. Где все такое привычное и родное. Благодаря родителям создана настоящая атмосфера домашнего очага и уюта. Здесь все вместе справляются с возникающими трудностями, радуются общим победам и строят планы на будущее. Совсем недавно на карте Будокошелева появилось и это здание. Сейчас здесь находится отделение дневного пребывания для инвалидов. Раньше приходилось ютиться в маленьком помещении старой школы. Однако благодаря помощи ирландской благотворительной организации место прописки удалось сменить. Главная задача сотрудников отделения дневного пребывания для инвалидов – реабилитация и адаптация людей с особенностями психофизического развития. Развлекательные программы и конкурсы. Организации интересного досуга дают возможность ребятам почувствовать себя важными членами общества. В целях повышения знаний и развития творческих способностей реализуются различные познавательные проекты. Воспитанники отделения проявляют свои таланты в кружках, демонстрируют свои навыки на занятиях по трудовой реабилитации и просто интересно, используя и проводят время. Ежедневно у нас 26 человек на постоянной основе. Кто-то у нас до обеда, кто-то после обеда, кто-то постоянно каждый день, кто-то приезжает 2-3 раза в неделю. Ну как получается, кого-то мы привозим. А вообще по району у нас первой и второй группой 49 инвалидов. А если с третьей группы брать 121 человек. Главное для того, чтобы они общались. Главное, чтобы они приучались к тому, что они могут себя обслуживать, могут себе сделать чай, могут там накрыть стол, могут общение, сами за собой ухаживать. Это да, это главное. Задачу поддержания здоровья жителей района выполняет Центральная районная больница. Среди главных приоритетов – постоянное развитие материально-технической базы учреждения. Ежегодно внедряются новые методы диагностики и лечения, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению района на высоком уровне. Наша больница вообще оказывает широкий спектр медицинских услуг. Это и терапия, хирургия, гинекология, педиатрия, многие другие виды услуг. А в 2016 году у нас добавились еще кардиология, к нам пришел врач-кардиолог, травматология. И у нас имеется современное рентгенологическое УЗИ-оборудование, которое позволяет делать различные обследования нашим пациентам. За 2016 год осуществлено 320 тысяч приемов пациентов. 7 тысяч человек получили помощь в стационарах медицинских учреждений. Главная задача людей в белых халатах – не только поставить правильный диагноз, но и создать благоприятные условия пребывания пациентов в поликлинике или больнице. В Будокошелевской ЦРБ есть все, чтобы лечение проходило с надлежащим комфортом. Мы активно занимаемся информатизацией наших учреждений. Сейчас у нас есть программа-регистратура, благодаря которой мы выдаем талоны на посещение. У нас осуществляется запись через интернет, запись по телефону. Благодаря этому практически очереди к нашим специалистам отсутствуют. Немаловажным является и создание условий для отдыха. В 2014 году на 90-летие района был открыт Центральный дом культуры. Более желанного и достойного подарка жителям по случаю праздника представить было сложно, ведь учреждение находилось на реконструкции почти 10 лет. Сегодня это современное здание, которое расположено в сердце города, является настоящим эпицентром культурной жизни. Здесь проходят многочисленные городские и районные мероприятия, а технические возможности позволяют проводить на высоком уровне концерты известных артистов. Жизнь бурлит. Проводим мероприятия, к нам приезжают артисты, проводим концерты, к нам приходят люди, все довольны. Долгие годы кино остается не только важнейшим видом искусства, но одним из популярнейших видов досуга. В районном центре это хорошо понимают, и два года назад здесь приложили большие усилия для модернизации городского кинотеатра «Крыница». Было закуплено цифровое 3D-оборудование, установлена современная звуковая система, появились новые диваны и кресла. Кинотеатр после ремонта стал еще более востребован среди местных жителей. Сегодня они имеют возможность в высоком качестве смотреть премьеры главных киноновинок в один день с крупными городами. Большинство премьер идет в один день. Но так как у нас район не такая большая посещаемость, как, допустим, города наши Рогачево, Мозырь, Гомель, то нам бывает, что дают фильм с отсрочкой, то есть на неделю позже в дистрибьюторе. А так, в принципе, но это мало. В основные фильмы все идут в один день, как со всеми городами нашими цифровыми кинотеатрами, которые есть в нашей области, так же идут и у нас. В сентябре прошлого года на окраине города появилась уникальная экспозиция – самоходная артиллерийская установка, которая создана на базе танка Т-34. Она ни в чем не уступает ему в размерах, а по мощности оружия даже превосходит. Главное отличие – отсутствие поворотной башни. Музейный постамент стал данью уважения героизму 241-го танкового полка, который в ноябре 43-го года освобождал Будукошелева от немецких оккупантов. Патриотическому воспитанию уделяется, конечно же, большое внимание. Благодаря нашему земляку, почетному гражданину Будукошелевского района, Михаилу Федоровичу Козлову, В преддверии празднования Дня танкиста министрам обороны были переданы два танка и два артиллерийских орудия. Установленный в районе Кургана Славы такой своего рода музей под открытым небом, который мы планируем еще и развивать. Еще одно уникальное явление – Чеботовичский центр народного быта. Это место уже успели посетить жители многих зарубежных стран. Не осталась в стороне и наша съемочная группа. Ой, до нас же гости завитали. Зараз мы побачим, кто приехал. Ой, заходьте, гости дорогие, на нашу усадьбу. Поглядите, какая красота у нас. Вот этими руками мы своими зарабили эту усадьбу. Вот тут, на этой хате, расположены упраж для лошади, для коней. А вот там расположена ярмо для упраж для валов. Несколько лет назад в Чеботовичском сельском совете возникла идея создать музей сельского быта в местном Доме культуры. Однако первоначально не планировали, что получится собрать большое количество экспонатов. Когда результат превзошел ожидания, пришлось подыскивать отдельное помещение. И в результате было выкуплено неиспользуемое здание в деревне Чеботовичи. В создании музейной экспозиции принимает активное участие местное население. Вот такие инструменты, раньше, как семьи были, если сыны в доме были, то должны обовязково хату построить своими руками сыну, чтобы он провез туда жану. И вот поэтому были столяры, плотники. Вот эти инструменты, это столярные. Как вы бачите, сколько тут рубанки, фуганки. И выбирать, и рамы делать, и долбать. Вот и струги разные. Это все плотницкие инструменты. Столяра работали и плотники. В этих комнатах можно увидеть, как в прошлом столетии трудились и отдыхали, растили детей, за какой работой проводили долгие зимние вечера. Коллекция представляет несколько сотен уцелевших предметов быта, которыми пользовались наши предки в конце 19-го, начале и середине 20-го века. Музей постоянно пополняется новыми предметами быта. Здесь можно увидеть самовары, горшки, утюги, рушники, скатерти, первые телевизоры, граммофон, сувенирные куклы и даже панское кресло. Есть гармонь, без которой раньше не обходился ни один сельский праздник. Румынки, так называлась обувь, а также кайстры, специальные сумки, которыми пользовались несколько десятилетий назад. Некоторым вещам здесь более 150 лет. Вот платок, он с чистой овечьей шерстью связан. Этому платку уже 150 лет. Его нам подарила для музея женщина, которой было 100 лет, а этот платок еще и ее матери. Он очень теплый, и ручная работа, здесь, наверное, уложена душа человека, поэтому я не ховаю даже его у шкафа, а постоянно показываю, кто бывает на экскурсии, всем людям показываю и рассказываю. Также вот гармошка, ручная работа, как вы видите, это гармошки тоже 150 лет, там даже деревянные клавиши. Вот предлагали отреставрировать, но мы сохранили ее так, как нам отдали, так мы ее и сохранили. Самое главное в деле возрождения народной культуры не боятся трудностей. Местные энтузиасты, преданные своему делу, уверенными шагами идут навстречу своей мечте. Они сохраняют историю, чтобы каждый современный житель смог наглядно увидеть, как раньше жили наши предки в деревнях и селах. И то, что сегодня может быть предано забвению, здесь пытаются сберечь для потомков. Все экспонаты, которые находятся, это собрано все с нашей именно деревни Чеботовича. Это наши мастерицы, наши женщины, которые вышивали, ткали. Поэтому приятно, наверное, что мы сумели собрать еще вовремя все это сохранить. И поверьте, что детям, когда приходят к нам на экскурсии, то слушают все с удовольствием. Настолько им интересно. Я даже, когда строили, я не думала, что настолько детям будет интересно. Оказывается, да. Каждый, кто решит посетить это место, сможет не только ознакомиться с редкими предметами сельского быта, но и полакомиться блинами из настоящей деревенской печи. Ну а самое главное – получить незабываемые яркие впечатления. Мы постарались рассказать о самых главных изменениях в районе, которые обозначили дальнейший вектор развития. Однако, конечно, это далеко не все победы, которыми здесь могут по праву гордиться. За последнее время сделано немало. И на достигнутом останавливаться не собираются. Впереди жители Будокошелевского района ждут новые высоты. На этой земле всегда жили трудолюбивые люди. А это значит, что в будущем у съемочной группы программы «Земля наша» наверняка появится еще не один повод сюда вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова